Мегаполис, приготовься! Уже совсем скоро будет известно имя очередной обладательницы титула «Мисс в ритме города». Перед финалом участницы получают модное задание от генерального партнера конкурса. Они подберут образы для звезд российского шоу-бизнеса. Зрители, которые будут присутствовать на нашем финале, определяют, кто же из девушек лучше всех понял, прочувствовал бренды «Майочикс» и «Дерерго». Получив по звездочке, финалистки принимаются за дело. С НС мы на одной волне. В магазине мне нравится здесь одежда. Я недолго мучилась. Все очень как-то быстро и легко. Я выбрала себе один просто замечательный совершенно образ. Здесь есть из чего выбрать. От классики до бежил, до спорта и обувь интересная. Я думаю, что для молодого человека, для девушки всегда можно найти здесь что-то такое, чем появиться в каком-то обществе, в клубе, в каком-то мероприятии, в спортивных каких-то тусовках. Очень будет здорово. Ноу-хау конкурса пока с мужской коллекцией «Дерго» осень-зима 2014. Итак, мы в финале. Время подводить итоги самого яркого осеннего события модного мира Москвы. Девушка должна не только обладать красивой внешностью, также должна и, мне кажется, петь, танцевать и делать все, что вообще нужно для девушки. Вот поэтому, что касается меня, я хочу сегодня действительно посмотреть на всех тех красавиц, которые здесь представлены. Надеюсь, что они будут самобытными, интересными и в то же время смогут и спеть что-то, танцевать, может быть. Мы ожидаем от этого конкурса веселых эмоций, позитивных, красивых девушек и посмотреть, как они справятся с заданием. Я ищу себе жену. Я понял, что мне нужна именно такая жена, самая красивая. «Лямузон» — это одна из самых модных площадок города Москвы. Это, пожалуй, единственная караоке, где есть такая замечательная группа, которая помогает организовывать очень интересные, яркие, насыщенные программы. Клуб «Лямузон» выбран неспроста, потому что наша творческая мастерская «Алекса Че» делала открытие этого заведения, между прочим, три года назад. Голосование набирает обороты. Кто же окажется лучшей из лучших, решать придется сегодня не только жюри, но и партнерам конкурса. У каждого есть своя фаворитка, и отданный за нее голос может стать судьбоносным. Очень был сложный выбор, очень долго думала. Все девушки очень достойные. У меня просто мозг взорвался, пока я думала, кого выбрать. Я решила больше не мучиться. Я голосую за Инессу, отдаю свой голос за нее. Ну что же, и мне вдвойне приятно являться еще и партнером этого мероприятия, потому что вот даже наш логотип, он DJ by солнца, сегодня запечатлен на пресс-воле. Это моя диджей-школа, кстати, жду всех селебричей, для них специальные условия по обучению диджейнгу. Наш успешный проект, вот уже пять лет существует, так что жду всех в свою диджей-школу. И слушайте хорошую музыку. Академия эстрады кино и телевидения выбирает Инессу Сауленко, потому что она лучшая. Компания Кристалл Гейтсеринга дает свой голос Инессе, потому что она самая озорная, классная, уверенная в себе. Завершающие схватки финалистки сходятся во все оружии. До объявления результатов остаются считанные минуты. Вы в клубе потусовались, подходите к гардеробу, раз номерка нет. Можно договориться, объяснить человеку ситуацию не ложь бы, но все пути, если не пусть войдет. Голосуй на сайте вптв.про и выбирай свою миссу. В интернет-голосовании большой звук и голосовала за Лину Иванову. Аплодисменты. Поздравляем. Итак, у нас третье место в этом прекрасном конкурсе занимает Заболонникова Юля. Второе место занимает Минькин Снася. Момент истины настал. Тожественное место, первое номер один у нас занимает Саулинка Энесса. Эмоции на самом деле сейчас переполняют. Я очень счастлива, очень довольна собой. Я тренировалась, я работала. Я просто счастлива. И на этой жизни утверждающей ноте совершается последний этап конкурса Мисс в ритме города. Однако финальная точка еще не поставлена. Fashion Production объявляет об открытии четвертого сезона конкурса Мисс в ритме города. И начале закрытого кастинга. Заходи на сайт mbtv.pro, оставляй заявку и может быть именно ты станешь новой королевой Большого города.